Может ли из недоброй культуры потом вырасти доброе? Другими словами, правильнее так сказать. Если выросла из земли бледная поганка, ядовитый гриб, он может стать через некоторое время под осиновиком или под березовиком? Конечно, нет. Это невозможно. И когда мы с вами читаем притчу о пшенице и о плевелах, мне было откровения давно уже относительно того, что плевелы выглядят как пшеница с одной лишь разницей, что там несколько ответвлений. То есть там не один колос, а их несколько. Колос выглядит как пшеница, но несколько колосев. И для меня это было откровение, что это религии, и что это насажены разные, вбитые здесь в мире динаминации. И в общем, всё для того, чтобы увести человека от истины, увести от Христа. Я помещу ссылочку, подсказку на это откровение в конце повествования. А сегодня, вспоминая опять об этом, когда Иисус запретил, Господь запретил работникам пропалывать поле, когда они утром встали и сказали, ну как же так? Мы же сеяли добрую пшеницу. Ну как же так? Ну почему? Давайте, дайте только нам задание, мы пойдём и будем всё это выдёргивать, плевелы, все эти выдёргивать. И Господь останавливает их. Нет, 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 нет. И здесь то, что сеется слово истинное, и сеется ересь, и которая давит на людей, это да. Но уже это было открыто, это уже в крови моей. А сегодня по-особенному я услышала то, что когда вот это всё давит, люди, понимаете, пшеница и плевелы, дети Божии, люди верующие, нет, неправильно я сказала, не дети Божии, а люди, называющие себя верующими. И среди них есть рождённые свыше истинные дети Божьи, а есть псевдо-христиане, псевдо-христиане, но внешне, так же, как и пшеница, и плевелы, но внешне мало отличаются. Мы с вами никогда не узнаем. Поэтому Господь и говорит, что я отправлю. Вам нет, вы не справитесь, вы не сможете, человек не сможет. Я ангелов отправлю. В своё время, когда придёт время, я ангелов отправлю, и они очистят. И все плевелы выберут и сожгут. А добрую пшеницу в житницу мою. Поместят. Мы с вами живём. Понимаете, сегодняшнее откровение, оно заключено в том, что мы с вами живём, и нас окружают люди, которые считаются верующими людьми. И мы с вами не можем даже и распознать, истинно ли верующие люди рядом с нами. Потому что всё так похоже. И Господь ведь не разрешает, не разрешает убирать до времени, не разрешает. И Ему нужно наше смирение, нужно наше терпение. Даже если рядом с нами мы понимаем, мы слышим, мы чувствуем, мы видим. Мы вынуждены жить рядом с такими людьми. Мы вынуждены жить с такими людьми. Да, мы можем обличать, если мы явно видим, что человек несёт ересь, что это не по Слову Божьему, что Господь так не говорил, а человек говорит так. Но иногда люди и не несут Слово. Нам очень трудно распознать. То есть мы можем через Слово, нам через Слово легко понять. Потому что Дух Святой сразу же говорит в нас, что это не моё Слово, это не есть истина. Это не есть истина. И подсказывает, каким образом в любви, в долготерпении объяснить человеку, что он неправ. Но иногда человек не несёт Слово, он не говорит Слово и вроде бы делает добрые поступки, какие-то дела делает. А на самом деле он не является христианином, он не является Детём Божьим. И мы на одном поле с вами. Мы на одном поле с вами. И нас окружает очень много всего того, что не имеет никакого отношения к нашему Творцу. Это засевает лукавый плевел от дьявола, так же, как еретическое Слово, которое он несёт, так же, как религии, которыми наводнился этот мир. То же самое. То же самое. Но Господь сказал, смиритесь под крепкую руку Божью. Смиритесь. Смиритесь. Вы выдержите. То есть не задавят. Не задавят. Не задавят. Плевелы эти. Не задавят. Ни религии, ни ереси. Вы выстоите. Ибо Я в вас. Ну, вам придётся потерпеть, смириться с таким соседством. Придётся смириться. И я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя за чудесное начало дня. Да будет этот день благословен во славу Твою. Во имя Твое Иисус прожит. По воле Твоей, Господь. По воле Твоей. Благоюгодной и совершенной. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok